Всем привет дорогие друзья, с вами студия StarLadderTV, продолжаем для вас встречать квалификацию на StarSeries 14 сезона, у микрофона Владимир Дамазберешов, а также Дмитрий с пару шафров, привет тебе еще раз, как оно? Ну, все отлично, 1-1 у нас интересная дота, сейчас третья карта, будем надеяться, что парни выложатся на все 100. Сибирские валенки, как мы видим, мне кажется, пойдут все-таки в пуш стратегии, Death Profit у них уже есть, Dazzle на сейф, если что, забанили Веспа, забанили Инвокера, Тим Сларк ответили пиком Веншифл Спирит и Пака, как и в первой игре, забанили Ченнел, Андруида и Спик Тру. Раз Тим Сларк боятся, так, пуша, я не знаю, может быть, Ликантроп какой-то для валенков неплох, как вариант, ну и расту на суппорта. Просто удариться полностью в пуш, там, в сложную, не знаю, Фурион или того же Бестмастера забрать. В принципе, да, получился пуш и на второй карте у сибирских валенков, почему бы не использовать его еще раз. Согласен, просто в другой манере, через Сумонов, поиграть из-за бани Шейкера. Пик вариант, да, очень неплохой, мне кажется, получится. Ну, посмотрим, что ребят придумывают, опять же, черт его знает, что в голове у ребят. В данный момент, поэтому, опять же, непонятно, что произойдет у нас. Ну, то, сваленки убрали Найт Сталкера, вот эту вот роумерящего суппорта, который всех донимает. Просто избавились от хорошего героя. В общем-то, здесь отмечать, я думаю, нечего. Вайт Пипа, от него сейчас много чего зависит, потому что драфт все-таки на третьей карте процентов 60 победы, на мой взгляд. Если что-то пойдет не так, тогда уже все эти претензии будут именно к капитану. Не зря, что он сидит на этой роли. Много Тим Сларк тратит бонус тайма, опять же, на бан, 35 секунд у них всего остается. Ну, вот посмотрим, что же Сларки забанят. Для них может заехать также Дроу Рейнджер. Смотри, раст убрали. Негодяи. Подслушали? Да, вообще. Так, ну и последний, как раз четвертый бан со стороны команды Сибирские Валеньки. Ну и посмотрим, что же там ребята планируют как с одной стороны, так и с другой стороны. Чем же убивать, чем же нас радовать, возможно. Минус Дарк Сибир Нейч, ну и вот он третий пик со стороны команды Сибирские Валеньки. Это Свен. Ну, тоже такой герой с получением шестого под ДПшку, навязывать драки, пытаться их выиграть. Неплохой персонаж, я думаю. Да и с Дазлом он смотрится, опять же, Свен за пять секунд убьет кого угодно. Там, с Кристаллисом условным и с БКБшечкой. Главное, сейчас тогда уж пацана какого-то контроля добрать. Если это все-таки не великантроп, значит герои должны быть со станами, замедлениями, чтобы Свен не бегал за своей целью, а спокойно нарезал того, кто стоит и ничего не может сделать. Просто выдавал дэмэдж и ДПС. Ну, опять же, посмотрим, какой будет Свен, через что он пойдет, как будет апатия именно его брать, через какой-то блин, где будет у нас Свен идти, или же через что-то другое. Ну, пока блин здесь смотрится, потому что винга слабая, пак слабый именно в плане ХП. Если не появится каких-то там двух или трех сильных танков, то я думаю, Свен как раз через блинг и поиграет. Тот же вопрос в его раскачке. Если все хорошо пойдет по лайнингу, то я думаю, он не откажется и будет максить себе второй, и затем уже брать Штормхаммер. Если же как-то навязывать драку, тем Сларк планирует на этой линии, тогда через первый, через стан и Варкрай, пожалуйста. Иди убивай людей. Да, ну, все очень классно выглядит, но посмотрим, как все у нас будет на самом деле. Все же иногда все различается. Некоторые моменты. Добирают себе Феникса, команда Сларк, третью игру подряд, третий Феникс. Сейчас посмотрим, какой фон будет сегодня в этой игре. Я не знаю, что такого хорошего в этом Фениксе. Я просто не понимаю, в чем его прям такая сила, чтобы убрать его в каждой игре. В общем, его берут, но не банят. Как-то привязался к команде этот Феникс. Ну, в первой игре он достаточно неплохо сыграл. Во второй игре начали теперь фокусить данного Феникса. Опять же, очень много там уже вливали в эту Супернову. Ну, а вот в третьей игре, ну, посмотрим. Опять же, есть, мне кажется, дэмэдж, чем убивать уже. Ну, вот, будет ли это делать, ребята. Ну, во второй игре Феникса минусовали быстро только за счет четырех ренжей, которым не нужно подходить к этому яйцу и спокойно просто избивать его на ренже. Понятное дело, Феникс там вряд ли будет жить. Сайленсер появляется. Почему-то этот сайленсер... Ну, я не знаю. Здесь нет один стан от Цвена. Пока что на данный момент контроля мало. Контроля мало. Там, условно, Юл на ДПшке, который будет сбивать ТП. Возможно, и Даззл со своим ядом вряд ли можно отнести его к такому прям направленному хорошему стану. Ну, и сайленсер, понятное дело, здесь вообще без какого-либо контроля. Сложно будет валенком, мое мнение. Ну, именно реализовывается вона на ранней стадии игры. А после того, как он уже окрепнет, как сам начнет врываться и что-то показывается настоятельно в соло, там уже может что-то поменяться. Сларк, ответ от Сларков. Интересно. Кстати, вот наблюдая за этой командой в Pro-серии 13 сезона, я много откомментировал игр и успел познакомиться как раз тогда с капитаном этой команды. Вот никогда они не играли через Сларка, почему они названы были Тим Сларк, я не понимаю. Ну, всякое бывает же. Ну, Сларк неплохо против Суна смотрится, опять же, лишать его агилы, да и плюс, как-никак, с хорошим эскейпом парень. Даже с двумя, там, будем считать, что Паунс и Шадоу Дэнс. Дарпак, который неплохо будет смотреться против Саленса, раскидывать курсу, которая постоянно будет вешаться на этого Сларка. Что ты мне подсказываешь, что это будет репла в сложной линии от Варенков? Ну, могут попробовать, могут попробовать. Ну, я не знаю даже, если честно, опять же, как решит команда. Ну, здесь действительно все еще неопределенно. 25 секунд бонус тайм у Варенков на ластбан. Кто отъедет, сейчас посмотрим. Ну, по идее, это должен быть суппорт какой-то, потому что парк в мидлейн, Феникс в сложную, Винга, Сларк, понятное дело, в легкие, в легкую линию пойдут. И нужен плюс один кто-то. Спирит Брейкера убрали, ух ты. Интересный выбор. Боец, опять же, какой-то агрессии со стороны таких набеганий, потому что же опасаются. Да, ну и Сларк там с условным, что дублей дом или даггер, способен уже помогать Братруму постоянно бегать, цеплять цель. Идет разбег, и, в общем-то, все заканчивается. Бисмастер выбирает им Сларк. Опять же, минус герой на пуш. Ну, опять же, я даже не знаю, чего ожидать тут от ребят. Ну, герой в сложную сейчас требуется. Даркчир забанен, забанен Инвокер, забанен Братрум, Лондруид, Бисмастер. Выбора-то не так уж и много остается. Нужен герой, который будет неплохо стоять против Сларка. Не знаю, Бристлбек не подходит, Клакверк тоже такой себе вариант. Что если попробовать взять какого-нибудь Клинкса, дать ему одного суппорта, и там с получением Орчи, да, этот Клинкс будет бегать и убивать суппортов. Пака тоже будет минусовать. О, Брутмамка. Да, вот и Брутмазер, которая была в бане у нас во второй игре, по-моему, да? Да, да. Ну вот, сейчас она появляется, но посмотрим за действием. По идее, по идее, должно быть все нормально, опять же. Опять же, эти варды, я думаю, беспроблемно будут все контролить, а то у нас товарищ Терсон, по-моему, играет на оффлайне. Сейчас я точно скажу. Да, Терсон. И Винтер Виверна ожидал я, конечно же, по Цейва, но что-то забыл сказать об этом. В принципе, да, Винтер Виверна, то есть, с одной стороны, это Даззл, с другой, это Винтер Виверна, такие вот дела. Да, ну, Брутмазер будет сложновато, конечно, на лейнинге, Сларк тоже будет откидываться постоянными дарпактами, ну и там, если заглядывать чуть дальше, пакт со своим прокастом будет быстро убирать всех пауков, если вдруг Брутмазер, ну, не рукастая, кажется, и будет отдавать паучков постоянно. Феникс тоже может покидаться чем-то, ну, просто приостановить, скажем так, пуш от Брутмазера. Убивать ее, другой вопрос. Здесь все куда сложнее, но если саппорта, опять же, не будут особо отказывать в Сентри, Вардах и в Просветках, то я думаю, там на троих, Виверна, Сларк и Винга, вполне себе, смогут убить Брутмазер, быстро зафокусить и разобраться с ней. Ну, это именно, речь идет об Early Game, а что будет далее, будем смотреть. Ставить паузу у нас, кого-то нету, нету вайппипа. Да, потерялся. Именно на развлеке. Ну что же, начнем с представления команд, начнем мы с команды Team Slark, которую первую игру выиграли, вторую игру проиграли, именно все для них будет определяться. На третьей игре, да, в принципе, не только для них. Кью-Кью на Сларке, на Дох, на Паке, Суглаев на Винтер Виверне, на Веншл Спирит будет катать у нас Айви, ну и на Фениксе. И Defender, что же касается команды Сибирские Валенки, то тут у нас Вайппипа будет катать на Дазлике, Апатия на Свене, на Брутмазер будет у нас Тирсон играть, на Саленсере Шуваш и Мейден последний на Дез Профит, который отправится у нас на Центр. Да, ну по пику сказать даже и нечего, оба коллективы равны, причем парни уже доказали это и в игре, то что по скиллу действительно команды подходят друг к другу, хоть и одни у нас представляют Про-серию, другие выразились ньюсмейкеры наши в группе Аматоры, команды весьма ровно идут. Так, ну Дазл у нас занят, Вайппипа, в чем проблема? Ожидаю такого активного начала, потому что, конечно, посерьезнее в этом плане выглядит СВ. Быстрый пуш с получением шестых левелов, это все, конечно, очень здорово и круто, но это все дело нужно будет грамотно обыграть именно на стадии лейнинга, чтобы подготовить, скажем так, плацдарм для захода на вышки. Ну, я думаю, что Деспрофит будет вниз смещаться, Слен тоже будет помогать своим шестым, как только получит, сразу придет вниз. Ты и Сларка прогонишь и быстро спушишь первый Тауэр, что даст тебе чуть более контроля побольше. Да, вот именно прогонять Сларков можно и нужно этим пользоваться сибирским валенком, посмотрим, как они будут все это делать. Опять же, Сларк пока что не боец, там до лвела восьмого, где-то девятого, особо, опять же, ничего не может показать в соло, да и, в принципе, со своими тиммейтами. Ну, кто-то может помочь, Вингас станом только, и даже не знаю, кто еще. Ну, а по поводу Солос Ларка, вот этого ты сейчас отметил, его здесь будет кого убивать, если последуют у нас какие-то забеги в Shadow Blade или на Даггере в Чужой Лес. Здесь действительно есть цели, это вот этот вот сладкий Саленсер, который ничего не может против тебя сделать. Возможно, будет ловить Брудмазер, как вариант, ну и ДПшка до получения Юла тоже будет страдать. Единственное, на кого будет сложно выходить, это Дазрл, потому что он будет жить лишние 5 секунд, а там непонятно, может быть, к нему подкрепа подойдет или еще что-то. Ну и Свен просто за счет своей жирности и стана, который просто так этому Сларку не даст себя бить, не стакать вот эту вот СН-шифт. Ну, опять же, Сларк-то у нас майн-керри будет фармить, особо он не побегает по лицу. Конечно, конечно, ну и это я говорю про мидгейм, где-то начиная с 15-20 минуты. Да, а то еще дожить надо. Согласен. Так, ну СВС собрались четвером, контролят верхнюю баунтиру, но ее без проблем заберут, Брудмазер. На Сентриварде ее было видно, я так понимаю, Брудмазер все это дело спалил, потому что прочекал вовремя саппортов, который с этими Сентривардами и бежал, а это был Веншфул Спирит. Айве. Ну и спокойно возвращается на свою линию. Ну что, один Сентривард был потрачен, здесь еще один стоит, Сентришник на нижней линии интересной. Поставлен он правильно, чтобы Брудмазер его так просто не нашла. В кусты решили спрятать парня. Да, ну тяжко будет найти, но все же, я думаю, пытается продактать простоять без этого ворда, то есть немножко сместиться в бок и будет все в порядке. Хотя там еще один ворт имеется, поэтому, черт возьми. Посмотри на Феникса. Там будет тяжко. А что Феникс? Феникс контролит. Я он стоял и пытался фармить сейчас крипов через аэронталон. Тут же пришли два саппорта и все уже не так уж и просто. Лол. Ну и ФБ на ботами, да, происходит у нас, пока мы наблюдали за тем самым Фениксом, который там что-то интересное нам показывает. Ну, типа она не палится или вы заметили? Я не знаю, но здесь вот стоит отличный опс, который не дотягивается, конечно, до Феникса, но при всем при этом, я так понимаю, второй суппорт 1-2-3 вот на Сайленсере уже прощакал все кусты и понимаю то, что Феникса здесь нет. Интересно. Ну что же, приходит опять же Бруда у нас на линию, ставит свой вардецкий, в итоге ничего не находит, поэтому придется. Как же, этот Майт Пипа просто дал круг сейчас вокруг Сентри Варда, который вот здесь вот, ну, поставлен от Рейдентов и наконец-то понял, где Феникс стоит, потому что здесь погиб только что Крип. Такие майнгеймс происходят. Ну да, Зол Испы получил. Ну, а что, нормально. Феникс улетает, возвращается на линию, понял, что... Вообще все будет печально для него, если так будет долго стоять. Так, с набутами проблемы, конечно же, большие Бруды, уж очень тяжко и тут стоять. А что, он вардецкий не хочет убивать? Вражеский. Боится. А, он не дотягивается. Как это не дотягивается? Не дотягивается. Лол. Пару пикселей не хватает. Сейчас может Брудмазер подстревать несколько раз. Так, там у нас смещение. Мидлейн от Винтер Вайверн, которая подобрала Аркин Руну, пыталась реализовать. Как-то на ДПшку выйти. На ДП ЛВ-4 все прекрасно поняла. Там Вижны нету команды Дайер, однако не помешало это вовремя среагировать. Мадму и спокойно уйти. Сложная ситуация. Так, Брудмазер начинает разминать. Пошел Лаве отгонять Бруду от Экспы. Ну, правильно. Те самые действия, которые требуются, Винга сейчас выдает. Так. Так. Ну и Феникс опять возвращается на свою позицию и начинает сейчас накидывать на он. Опять. Ну, что-то он так долго думает. А что он долго думает? Не знаю, может быть, он не дотягивается. Дерево поставил. Что это? Квалификацию в старсерию. Он просто воскнул дерево. Ну, смотри, смотри. Так. Сбили ему Вижн. Наверху есть. Да, Вижн. Из-за Варда в итоге минус у нас Феникс. Здравствуйте. Однако, 1-1 становится в счет у нас в матче. Съедает Вардинский Брудмазер наконец-то. Это один на ботометод, который стоял. Дальше в лесу все же стоит этот Вард. Он там через 10 секунд заканчивается. Такая рвань происходит, конечно. Там все-таки Девард произошел. У нас на нижней линии Арора нашел тот самый Сентришник, который выпалил. Ну, пришлось, конечно, тратить дополнительное золото для того, чтобы это все дело свести на нет. Еще один Сентришник воткнул. Но там у Винга пустая, поэтому показатели Винтер Виверну тоже без Сентри Вардии Вардов без просветки. Ну, сейчас должны пойти дела у Прудмазер уже есть, да. Первые два паука потихонечку будет наращивать свою армию. Опять же до... Там у нас Смитл нападение, Маден пытается поражить, но Арба уже в двойку и отлично долетел Арктик Берн. А твой В прекрасный выходный хостер вовремя. Отличная реализация. Подключение, ну и, как следствие, хороший фраг. Ну, вот он, варды летят в Курьере для Винги. Сейчас поставят, где же вардецкий. Смотри, смотри, вот сюда. О, привет. Опять. Ну, я не знаю, правильно это ли ним нет, но... Что-то, мне кажется, время тут Феникс зря теряет. Ну, вот смотри, сейчас он получает себе левел 2, да? Брудмазер четвертый на данный момент. Плюс к тому, что... Ну, Феникс не фидит. Хотя, может. Ничего не фидит, уже один фраг отдал в данный момент. Это да, так, стан. Пошел, Арору пытается цепануть, ставится Сентривард. Еще один вовремя ломает Сентричник. Брудмазер выживает за счет этого. Здесь нету больше вижена, вау. Вот это, конечно, неплохо сыграно. Да, здорово, съел тангусом Сентривард. Ну, и плюс, неплохой хил еще пошел, поэтому, опять же, выживает за счет этого. Да. На центре шестолого лупака. Есть пятый Death Profit. До шестого немножко остается. Опять же, получил тот самый шестой за счет фрага, который сделал на спарк вместе с своим тиммейтом. Даззл. Левел 3. Имеется грейв. Имеется подхилл на двоечку. Ну, и сверху Апатия. Пока что показывает топовый криптат. Перегоняет на спарк на целых шесть крипов. Ого-го-го-го. Ну, шестой левел на руках все же имеет. Не, но по идее, Апатий с этой линии должен выносить восемь скрипов за десять минут, потому что ему никто не мешает. Вообще никто. У него полностью фришная линия. Я не знаю, зачем здесь Сайленсер все это время стоит. Пытается на отводах получить себе экспо, но по мне так лучше нашел бы себе применение на карте. Возможно, даже сместился к той же Бурдмазер. Но здесь Бурда левел пока что получает, и лучше к ней не приходить. Ну, он пока что кусок. Да, ладно, Свен там фармит, конечно, он занимается нужными делами. Седьмой с половиной уровень у него. Так, ну самое интересное, что два как раз левела проигрывает Сларк своему оппоненту на Майнкере. Ну вот, да, но это еще при условии того, что саппорты постоянно ходили вот здесь, вот искали врагов. И сейчас под смоком, кстати говоря, эти саппорты выдвигаются на мидл пак. Ну, уходит на армия без особых проблем. Там нету Сайленса до сих пор у ДПшки, и на шестом уровне не стал брать экзорцизм себе Мадан. Ну и в итоге Смогганк, я думаю, ничем не закончится. Однако Дазл сейчас придет вниз. Здесь Бурдмазер может кого-то найти, Виверный, если что, с просветками. Ну, есть тут Вайпипа, если что, конечно же, подсейвит. Шестой совсем скоро появятся Бурды. В принципе, может, если что, прожимать уже и свой алтимейт и нарезать. Ну и вот он пошел, заход на Вингу, дает станчик. Но вот до конца все же, да, убивает у нас Вингу. Проблема также у Сларка начинается. Опять же, неплохо грызует его. Ну и тут Винтервиверно пытаются поймать. Нету ничего, но вот работает пока что у нас. Курса, курса заканчивается. И Вайпипа ничего не боится. Ничего не боится. Грейфа на себя кидает. Отлично это пау делает. И не ищет сбить тут сам это пау. Нет, прилипает в пак. Все же DreamScore ставит. В итоге минус на саппорт команды. Сибирские валенки. Ну вот так вот решили, ребята, потратить все. Но все же забрать кого-то в сижу. Так тоже элегантно подсидел пак. Прям вот вообще пришел, поставил DreamScore. Сбил тп-шку и последней вот этой пичкой в Грейф. Отличный момент. Так, кстати говоря, Феникс смирился. Вернулся на свою лению. Попробует здесь что-то получать. Но у него четвертый с половиной уровень. Уж не знаю, боится того, что его подловят. Конечно, Сайленсер против Феникса выглядит отлично. Этот Ластворд ничем не скинуть. И если Феникс улетит обратно на Икарус Давид, то он по-любому вернется. Потому что Сайленс на нем накинут будет. И отменить свой полет он не сможет. Плюс Стан. И, ну, практически это гарантированный фраг, если вдруг СВ будут цеплять этого Феню. Понятное дело, он здесь боится. Далеко не выходит. Но место, чтобы получать экспириенс, ему нужно найти. Поэтому пока что терпит. Держится. Начали за Феникса бурно обсуждение у нас в чатике. Очень интересные фразы. Как раз можно почитать. Но вот, к сожалению, прямой трансляции нельзя. Не для эфира? Ну да, полностью все рассказать. Да и, в принципе, ее кто будет в записи смотреть, тоже сочувствую. Так бы, конечно же, неплохие интересные словосочетания прочитали бы там. Ну что же, Винтер Виверна находит его у нас с White People. Начинает преследование. Есть там телепорт. Опять же, нечем сбить данный телепорт сейчас будет для Винтер Виверна. Хотя тут... Нет, нет, нет. Улетает. Должен улетать. Наверх поднимается. В итоге... Топаут. Что это такое? Ну вот, наконец-то, Топаут прожимает у нас в Виттер Виверна и улетает. Винга погибает, опять же, в своем лесу. Находит Брудмазер. Брудмазер уже не остановить. Все же расширило на свою площадь как раз на карте. Именно по ботому. То есть, опять же, тут центришные ворды мало что будет решать. Опять же, по всему ботому уже, можно сказать, распределилась у нас бруда. Поэтому очень сложно будет ее как-то ловить. Да, но при всем при этом, Тим Сларк нужно отметить хорошее действие при дефе вышки снизу. Потому что вышка даже не тронута еще до сих пор. Вот. Бруда. Ку-ку. Ну, постоянно пугает этого Сларка. Пытается разводить на Дарк Пакт. Заставляет тратить ману Сларка. Вот. Ну и да, как ты уже отметил, постепенно перемещается в чужой лес. Укрепляется там. Так. На центре втроем стоят у нас Сларки. Пытаются будут, конечно же, захватить тут у нас Death Profit. Но есть DreamSquale, минус армор. Все взлетает. Есть Global. Отлично. Спасает нас. Мейт у нас за счет этого Global. Отличная игра. Вот со стартной команды игрские валенки. Да, Global был хороший. Действительно. Ну, там даже ТПшку отменили в конце. Вообще, не лететь, не сейвить. Так, Саленсер может найти Феникса. Феникс, смотри, уже пятый лавел. До шестого совсем чуть-чуть не остается. В итоге шестой не получает и погибает. Не факт, что не идет. Хотя... Там курса накинута. Надо, да, Fire Spirit юзать. Да, даже не сбивается. Здравствуйте. Курса. Курса не сбивается же теперь. Да, этот переделанный скил. Боже мой. Есть такое. Доминатор у Сван на руках. Одиннадцатый лавел. Есть Болтов Стрэнж, который еще... Санж превращается. Спасибо. Вовремя подъехал. Ну, а дальше Санжиньяш, как я понимаю, да, будет от Сван одеваться? Ну, может быть, как вариант. Ну, либо же Санжа... Сильвер Рейдж? Ну, это нет. Это слишком, мне кажется. Для апатии. Тут Сларка напрягает. Сларк паунса. Пытается уйти. Есть DreamSkull. Бо, Бруде. Бруда пока что живет, но не до конца живет. Уже умирает. 4-3. 4-3 в пользу Сларков. Пока они ведут по фрагам. Но поигре чуть-чуть проигрывают. Все же фрабленки начинают суй Феникса. Феникс удалил Асворд. Зарвался самый Асворд. Ну, вот. Даже в два момента, чтобы фасад Санжинсер вышел на линию. Ну, тут, конечно же, саппортер разбирает этого Санжинсера. На кусочки. Пак баунтирун уберет. Один столовол на руках отправляется на свою линию, на центр. И будет там, конечно же, давать. Пытаться давать. Надо им подключаться. Уже даггер есть. Все-таки купил. Нужно хорошо реализовать теперь. Ну, вот я не знаю, зачем в такие моменты паки обычно выходят на линию и палят этот даггер свой. Конечно, время такое, что уже можно понять у пака, есть даггер или нет. Но при всем при этом, как бы, по мне, так лучше не палить эти вещи. И под смоком куда-то выйти. И даже подождать Дримскойла можно. Не получать Икспы, нигде не стоять. Не пытаться кого-то ловить. И только после того, как, ну, ультимейт откатится, уже что-то делать. Ну, вот сейчас пытался ворваться. Вэтпи, кстати, пробили. 170 хп у него осталось. Здоровский, да, Сайленс был. Но дальше в положении, к сожалению, никого не было. Появляется Шадоублейд у Сларка. Сларк, который, видим, на данный момент, видим второй по Крипстату. По Нетворксу тоже второй идет. Но очень много проигрывает как раз Веном. Аж полторы тысячи. Да, ну надо будет следить за этим Сларком. Все-таки команда Тим Сларк, как-то как, должна и уметь играть с этим героем. Так, ну вот сейчас расставили Сентриварды. Будут стараться поймать Брудмамку. Ну, видели, видели, видели. Есть Артик Берн. Феникс, кстати, в Риммн сверху убивает. Есть Глобал. Ну и этот Глобал должны хотя бы кого-то сгрызть. Вот у нас, грубо говоря, ничего не получается абсолютно. А в итоге погибает Брудмамку. Глобал никуда, хотя сверху у нас еще драка происходит. Возможно, тут пака ребята заберут. Нет абсолютно маны у пака. 12 хп погибает. Ну, снова можно отметить, отличный Глобал. Под этот Глобал свои умеют комбинировать. Ну да, все же я думал, что для Брудета связался Глобал. Оказывается, все же еще на топе что-то у нас происходило интересное с паком. Ну, пака надо было ловить, поэтому Глобал и был потрачен. Ты был прав, это Саша Яша у свона. Решил укрепиться в статах и собрать вот такой вот переходный артефакт. Уже после этого начнет собираться в дэмэш. Может быть, появится какая-то Кираса, либо же Кристалис, ВКБ. Ну, стандартные артефакты из ЭПТ, я думаю, шарит что-то собирать. 6-5 на 15-й минуте у нас, ну, не сказать, что активная игра, но это третья решающая. И должна такой быть. Да, все же решается, кто же пойдет дальше у нас. А дальше у нас ожидает какая команда-то победителя. Очень даже мне интересно посмотреть. Или же Манго, или же команда СВВ. Это сибирские валенки Black? Нет. Смикерс возле варенья. Откуда эти люди? Я не знаю. Почему мы и почему ребята, которые находятся сейчас на стриме, должны за этим наблюдать? Господи. А там, кстати, графины есть какие-то. Они тоже могут бахнуть. Все же финская дота тоже там что-то интересное показывает, как и грецкая. Кстати говоря, Европа в последнее время активизировалась, поэтому что-то ребята могут тоже интересно показать. Возле центра какая-то драка хочется, хочется видеть. Вот она, драка и происходит. Ну, как драка? Один Dream Skull был поставлен, есть экзорцизм и все. Да, здесь СВН всех пугает своим наличием. Ну и, конечно, раскосованный ультимейт. ТПшки. Все это время пытается пропушить Бурдмазер в свою линию. Вот, наконец-таки ее оставили одну, есть ТП сюда, это Пак. Пак может прыгнуть, но Сальница немного не попала и мажет. Еще и арбом. В итоге, да, Бурдмазер не отдает паучков. Но можно ответную инициацию от СВ увидеть. Посмотрим, в принципе, все стянулись с ботома, в итоге может сейчас Бурда просто пойти на морозе забрить тот самый Тауэр. Я думаю, сейчас этим и займется. Ей нужен Space некий, потому что в соло Бурдмазер не справляется. Я думаю, как раз об этом и пошел разговор в скайпе или в тимспике, там, не знаю, где сидят СВ. То, что типа парни меня зонят, надо что-то делать, идите навязывайте драку, я здесь все спушу. Только оставьте меня в соло. Ну и как раз при этих словах, я думаю, что-то и постарались СВ сделать. Не пошло немного, но продолжают они стоять на миде. СВ, 2000 хп, как его убивать? У Сларка 959. Ну это я так к сравнению. Ну опять же, надо реализовывать это все, черт возьми. Надо идти вперед, надо что-то делать. СВ очень много теряют. Так ты понимаешь, это СВ, у него 2к хп, у него 12 встроенного армора, плюс 5 без заюзного варкрая, который дает тебе двадцатку. Как это убивать? Это как это, больной ублюдок? Вот типа того. В том, вроде. Быстрая кераса, Солар Крест от кого-то, иди танкуй, 60 брони. Это искусство, друзья, не подумайте, что это пошло ругань какая-то. Это искусство. Что поделаешь. Так, ну и Death Profit продолжает стоять и в мидле, против пака оба соло мидера по 11 уровню имеют. По нетворцам там как у нас дела-то? Мидеры 6 тысяч, 6 тысяч 300, в общем-то достаточно ровно идут парни. Естественно, топовый нетворц у нас выдает Свен, само собой разумеется, 11 тысяч. И на 3 тысячи Сларк отдает от него. 3 тысячи. Это при двух фрагах и двух ассистах. Ну, Сларком. Свен 1-0-1. Там уже до черта фармит, смотри, Свен. Там уже больше 40 крипов она приезжает. Да, еще и надо отметить его раскачку. Тоже при стадии драфта я говорил, никто не будет мешать. Падем мы. Мейден прыгает, Мейден пока что живет. Из-за экзорцизм наверх подняться бы на юлах было бы отлично, но опять же высасывает хеллспоинт на данный момент, минус пак, а вот только сейчас из-за от нас юлы. Феникс, есть Супернова, отлично. Типа, ну где нас Мейдена? Мейдена могут убить, да, минус нас Мейдут. Дарпак там все же сбивает стан с себя у нас QQ. В итоге 2 в 2 получается размин. Вингана, ЛОУ, ХП. Что-то еще гоняются, пытаются уйти от кого-то. А Сальнисер стоит. Стоит. Встал. И смотрит на все происходящее. Ну. Что у нас в Файтер Кап показывают? 2 в 1 Файтер Кап нам показывают. Бывает. Да, но все это время не подключался, понятное дело, никуда. Падает. QQ такое вообще QQ. Лежала Ригине, точнее лежала руна Anvisa, он под Shadow Blade'ом зашел, взял ее, ушел. Здоровский. Я в инвизе, пацаны. Можем атаковать. Варкрайз заюзан. Слен 35, 36, плюс 12. Нормально. Ну, плюс там еще ВИФа дает до черта всего. Сейчас пойдет и будет. Так, пятерочек. Да, тут еще и ВИФ я забыл туда посчитать. О, мой бог. Как это дело убивать. В общем, магического проказа здесь не так уж и много у Тим Сларк. Если бы, условно, была какая-то Лина или Леон вот с этими, с берстами, которые могут справиться, которым плевать на броню, они бы здесь смотрелись юзабельными. А сейчас у тебя есть Сларк. У него 13 уровень, есть Ultimate Arbush, Shadow Blade на 20 минуте. Как это дело обыгрывать, непонятно. Если только фокусить пятером, что-то пытаться делать с этим Сленом. Но зафокусишь Слен, тебя убьет ДПшка. Ты сам не заметишь, как. Экзоцизм уже в двойку взят. Причем-таки он откатывается, и, возможно, пуш у нас с вот этой вот медвышки. Возможен пуш. Это мне нравится. Возможен. Ну, в принципе, так оно и есть, да. Что-то там апатия побил тот самый Тауэр. Ребята откудают назад, оставляют апатию. Опять же, у тебя Эдис, братан, в роликах, хочешь своей жизнью тут. Но все же ребята притягиваются у нас на ботом куда-то. Поправляются поближе к Сларку. Сларк с гемом, Сларк видит своего оппонента. Но пока вот атаковать особо не может. Хотя, наконец, накидывается у нас на Брудмазер. Пытается бруда как-то прожить. Фениксу даже тоже подлетает. Но тут есть свои пипы, которые по цели, конечно же, своего тиммейта. Да, стоит отметить понимание игры Ким Сларк, то, что без гема вряд ли здесь что-то можно придумать. Так у нас все время глобал пошел. Цепляют пока в мидии. Ультимейт от СВН 2 секунды еще и по это. Жест, ой-й-й-й-й, хороший Арктик Берн там был. Точнее, Арктик Берн на Винтеркерс разрубил как раз апатия своего тиммейта. Выживает на данный момент. Винтер Виверна свапывает пункт Т1. Апатия БКБшка! Как же он, ну, избивает своих врагов! Господи! Как же это больно! Что творит апатия? И сейчас еще и Прогетана вперед. Или нет? Нет, не будет вброса. Ну, у него некита бессмертных, он не боится. Плюс Даззл подходил, я думал, дал инфу. Типа, ты сражайся, если что, я тебе Грейв дам. Ну и в итоге 1 в 2, причем все эти 3 фрага сделал СВН. Гиперстон, кстати говоря, себе купил. 18 уровень, 18 с половиной, это минус, вышка в меди, по-любому. Благо там Сларк выжил на Крапулях, заюзал все-таки Шэдоу Дэнсу и убежал от Запада. Как можно дальше, как можно быстрее. 2000 у СВНа на руках? Да, еще один какой-то Винтеркерс, ну и конечно же это будет беда какая-то, когда СВН будет врубать своих. Это да. Ну это одна из слабых сторон СВНа. Да. Потому что он очень сильный. Мейден, Сайленс, все лишь по одному. Винтер Виверна, ну... Привет. Да, там Бруду подцепили, Сларк в что-то в Блэде зашел, Гем как бы... Без проблем, поймал. Да, уходит Сларк куда подали, собирает почемнечку вон с Кадди себе. У него 3200. Так что я думаю еще одно яичко, будет 2. С чем мы поздравим, я думаю, этого Сларка. Ну и всего ничего там останется. До покупки с Кадди, которая безусловно поможет Сларку выживать. Большое количество статов. Ну и СВН дальше собирается, дальше у него Керас по плану. Как мы видим, сейчас фармит СБН, что который нас лакал. Не, этого СВНа есть мнение, что его уже не остановить на самом деле. Полный фрифарм, когда ты отдаешь СВНу и... Ну, по идее, где-то глубоко внутри себя ты должен понимать, что СВН с фрифарма... Ну, это как бы не очень хорошо для твоей команды. Ну и здесь так и получилось. Полторы тысячи на руках у него. В общем-то, у СКАДи подъехала. Ставь плюс, если скучаешь Фениксу по горке. Что-то вроде этого. Да, опять же, в чем прикол этого Феникса, постоянно в играх непонятно. У Феникса сейчас тоже полторы тысячи имеется до покупки какой-то Шивы, которая безусловно поможет против СВНа еще долго. Ну, СВНа уже есть БКБ, так что ему, в принципе, плевать. И вот как играть, понимаешь? Через магический прокаст ты его не заберешь. Pure damage у тебя нету совершенно. Бьешь его с руки, Warcry и вообще не чувствует. Глобла пошел, цепанули у нас двоих ребята. Останечка залетает по Винтровиверно, Винтровиверно два удара, минус Винтровиверно. Дальше видели QQ, но просто забивает минус Т2. Дальше на ХГ должны ребята отправляться. Должны отправляться на ХГ. Минус гидобессмертия. Но вот ВИФ хороший от Вайт ВИФов. Всего лишь по одному дал. По себе. А нет, подожди. Нет, попал по 4-м. Промаза только посалится. Он слабак. О-о-о, и ты посмотри, что произошло! Что это было, черт возьми? Как? Боже, что случилось с паком? Еще два удара требуется. Свен, без профи такси. QQ идет вперед, ничего не боится. Опять же, пытается как-то на себя отличить внимание. Но вот Апалкопа потерял, сейчас быстренько отхитится. Садишь через Шадоу Дэнс. Бараки стоят пустые. Апатия начинает бараками. Тут уже крушится. Пытаются апатию цепануть. Апатия быстренько теряет свои холлс-пойнты. Надо ему помогать. Есть тачка QQ. Дальше фокусят на смену перед Винга. Еле живет. Винга уходит назад. Подняли view у нас Ларка. Ну и на этом как бы все и заканчивается. Вроде передышка от команд. Я думаю, отойдут. Все-таки битый СВН. Не хочется драться. Тем более отдавать там 5-0-3 у него все-таки как-никак. Стрих хороший. Ну и 19-й уровень там экспоцепит просто немеренно. 2-200 на руках у него, я думаю, будет собирать сейчас. Ну, доедало, скорее всего. Чтобы вообще все вопросы решать одним ударом. Причем на кристаллис ему уже хватает. Саша Яша у Брудмазер. Интересный выбор после покупки Орчада. Ну, в общем-то, продолжает укрепляться Брудмамка. Ей сейчас никто не мешает. Там Адана подцепили-убили. Баг заформил. Ну, задержался. ДП? Сул Феникс. Этот момент, это просто забей. Такая жесть. Супернова имеется. В принципе, могут ребята кого-то поймать. Могут кого-то попытаться убить. Но вот, к сожалению, виженом ребята не обладают. Поэтому идут просто на интуицию. В итоге никого не находят в чужом лесу. Поставили там один вардецкий. Отправляются наверх. Будут пробовать забрать Т1. Тут полхапа нету, поэтому запросто могут это сделать. Попробовать. Да, ну здесь по-любому падает одна, то и две вышки. Я не думаю, что пойдут дефити свои. Хотя могут. Конечно, могут. Тут и я. Там Ривер у Свена. Да. Ривер. ГГ. Гем Дазл. Это выбитый, как я понимаю, гем. Нет, нет. Ну, у Сларка есть еще гем. Да, у Сларка гем есть. И побежал Сларк искать свою цель. Может найти Саленсер, но Саленсер вовремя уходит под Т2. Сейчас Свен. Так. Встреча двух керри. Опа. Неожиданность. Апатия. Ну ищет, ищет, конечно же. Цель. Раз. И два. Три. Ну все просто бегут. Никто не хочет поставляться. Черт возьми, Стальчик по-двоим залетает. Апатия минус один делает. Там сплэш неплохой прошел у нас по QQ. Есть Ласворта. Ну, блин. Как же, черт возьми, это больно. Смотреть на это больно. У него демиджи 600, понимаешь? 600 демиджи. Смотри, что делает Брутмазер. Ой, как же хорошо подфармил. Все пак. Но, правда, сейчас пострадает из-за этого. Быстрее всего, хотя нет. Приходит назад Феникс. Супернова. А дальше Апатию за Курт. За Винтерперсили. Ну смотри, QQ пошел драться дальше. Саленс на СВ. На СВ. Надо уходить. Я думаю, не стоит подставляться. Феникса пытались высосать, но переключая свое внимание СВ на ранжевые бараки на миде. Я думаю, барак-то упадет точно. Или нет за Апати. Стан поймал. Акбар пал. Саленс в краем хорошо. Он ходит на арбу. Там Сатаник. Там Сатаник у СВ на. Он пошел драться дальше. ИУ. Кайтит. Неплохо. Но вот это вот тоже большая проблема СВ на. То, что он очень немобильный. Здесь даже форстафов нет. То есть СВ не собрали, чтобы как-то помогать. Апатию там может драться. А есть БКБ начинает отрезать минус Винга. Дальше не видят Сларка. Хотя имеется у кого-то Гем. Гемус Дазлан. Но Дазлан далеко очень стоял. Подняли Пака у нас Иуды. Ну и Пака получает Саленс. Еще от себя Иуды. Саленса. Что? Через Шифту Ху. Через Шифту Ху. Кью Кью. Получается там. Очень больно. Апатия выживает. И кидает в него Грейв. Ну и у Сатаник сейчас отхиляется. В принципе, да. Что возьму. Все. Фуловый. Фуловый СВ правда без маны. Но... Ну, мана СВ ну не так и важна даже. Хотя опять же поражать Год Стрэндж было бы неплохо. Я не знаю, почему СВ не собирает те самые форстафы, которые так необходимы СВ ну. Толкать цель к СВ ну. Толкать СВ на к цели. Ну, я не знаю. Как бы не хватает немножко МС у СВ ну. Не хватает каких-то таких артефактов, которые помогут добираться до цели быстро. Тот же самый Блинк. Потому что слот еще есть у СВ на, но прикупает он себе талисман фулейджен и это бабочка. Это бабочка. Ты понимаешь, какой атак спид? Плюс у вороты, плюс Сатаник. И 600 демоджи с руки. С одного удара. Да. Подвоевом, под Варкраем. Боже мой. Отдает гем. Сразу же Айвов забирает гем. Должны ребята, в принципе, отправляться куда-то уже на базу, потому что дурдмазер, опять же, не спит. Дурдмазер ждет вперед. В принципе, может сейчас просто на морозе подгрызть тот самый Т3. Сларк, ДД подбирает, заходит на Рошана, видит тот самого Рошана, на ходе также и Санитера. Санитера очень-очень больно, ну и, конечно, что распепелили его быстро. Ну вот с дабл демоджем могут сейчас Тим Сларк навязать замес, попробовать кого-то цепануть, убить. Заходят на Рошана, да, действительно, ты прав. Не стали искать бурдмазер снизу, не стали искать еще кого-то. Ну вот Свен здесь рядом, Свен, Свен, Свен. Там Белт оф Стрэндж лежит. Разбить. Апати, стан получил, Саленс под вами был накинул, там, естественно, расправились. Ну, QQ подключается, есть БКБшка вот Апати, есть станчик для QQ, QQ пытается нарезать, очень больно, конечно же, ему минус у нас. Товарищ Сларк, у Пака также проблемы, в Шифт уходит на арбу, ну и улетает. Улетает, аминус Рошан, это Рошан был под номером 2. Да, это второй. Ну и бурдмазер забирает Аэгис. Свен сразу же выдвигается на нижнюю линию, сейчас попробую здесь ее подпушить. Если пойдет вся команда, то можно еще и Т3 постараться забрать. Сларка нет, 50 секунд. Что там по байбэку там у нас есть, нет? Байбэка у Сларка нету, тем более он его тратил. Да, 3 минуты еще до байбэка остается, что-то сложно будет, по-моему. Да, но единственная надежда сейчас команды Тим Сларк в том, что, ну, Gods of Strange еще на кулдауне, 30 секунд. Попробовать раскайтить этого Свена можно вот так вот подкидывать, чем только можно быстро минусовать всех крипов и что-то-то получится. Но Т3 начинает пробивать уже, Свен. Ух, какой Феникс-то. Винтер Керс жужается, но, опять же, просто зафокусили ребята его на месте, не более. Еще ловят у нас Фингу, прыгает, опять же, Пак, летает. Почему они дают Винтер Керс на Свена? Зачем? Этого Свена никто не пробьет. Если даже будут вся команда Тим Сларк и еще вся команда СВ. Никогда в жизни они не убьют этого Свена. А если вот кидать на какой-нибудь Брудмазер, так залетает Пак, ставится Феникс, а он вроде как неплохо скомбинировали ультимейты. Тут же БКБ, и Свен пошел нарезать людей. Ку-ку уходит, Ку-ку. Прячется в Шэдл Дэнс, начинает наваливать под Апп. Феникс, живи! Феникс, нету! Гуд лайк, Ки-Ки уходит последний выживший, хотя там еще и Пак есть, но... Там Свен побежал под фонтан уже, минус Ларк. Смотри, ему плевать. Вот гейлплей. Жесть. Да. Да, ну что же, сибирские валенки проходят у нас дальше, хотя нет, фейк ребята пишут, и продолжают дальше сражаться. Еще не все потеряно, говорят. Ну, мне кажется, это пора до времени. Минута файл, конечно, минута. Тут ребята все же вернутся к этому, бегая обратно. Ну, здесь уже ничего не сделать, опять же, это очень распармленный Свен с легкой линией. Минус 4, еще пару орехов долетит до Венги, минус она с курсы, Сайленсер забирает фраг. Ну вот теперь, гудгейм, я думаю, уже на верочку. 14.28. У нас хорошая игра получилась, третья. И сибирские валенки проходят дальше, в 1-4. Да, проходят в 1-4, соперника есть уже, это же наша любимая команда, Сникерс возле варенья. Именно завтра игра будет с ними, сибирские валенки будут играть. Ну, знаешь, с таким названием я даже не знаю, к чему готовиться. Я тоже, поэтому будет интересно, я думаю. Очень интересно. Ну что же, дорогие друзья, на этом, на сегодня квалификация у нас заканчивается. Сегодня игрался раунд под названием 1-8, завтра нас ожидает 1-4, а это будет 4 матча, неожиданно, наверное, для всех. Ну и эти 4 матча, конечно же, будут работать в прямом эфире, поэтому следите за всем в нашей группе vk.com.sl.tv.tur, заходите, подписывайтесь. Там буквально вся информация есть, как в играх, так и в других турнирах, так и какие-то интервьюшки там даже постятся, и всякие хайлайтики, которые вы только видели. Так что заходите, подписывайтесь, там подобное. Обязательно. Да, ну и сегодня для вас весь вечер поработали Донбасс, а также Спару, спасибо большое за внимание, ну и до скорых встреч, а именно до завтра на 18 сет мы ожидаем всех, кто только выживет в эту пятницу завтрашнюю, поэтому всем пока-пока. До свидания.